Популяризация истории и культуры родной страны, патриотическое воспитание и популяризация чтения среди детей младшего и среднего школьного возраста. Знакомство с ключевыми историческими персонажами и их вкладом в историю России. Вот лишь некоторые цели проекта «Моя Россия» с Настей и Никитой, реализуемого некоммерческим партнерством «Детский книжный клуб «Я люблю читать». Увлекательные мастер-классы, разработанные на материалах познавательных книг, пройдут в Республике Крым, Чувашии, Воронежской, Ленинградской, Калининградской и Нижегородской областях. Вообще, это уже второй проект, который реализует детский книжный клуб «Я люблю читать». Первый проект назывался «Пешком в историю» с Настей и Никитой. И мы побывали с этим проектом в Великом Новгороде, побывали в Новгородской области, в Кировской области, в Санкт-Петербурге, в Московской области, ну, еще в некоторых регионах. Там мы проводили другие мероприятия. И вот теперь у нас следующий проект, который называется «Моя Россия» с Настей и Никитой. В проекте участвуют два мероприятия. Первое мероприятие как раз пройдет сегодня в этой библиотеке имени Гагарина. Мероприятие называется «Семейное путешествие к звездам». В рамках мероприятия ученики третьего класса восьмой школы отправились из 12 апреля 1961 года в 2016. В ходе встречи ребята познакомились с произведениями писателей-фантастов и учеными, которые внесли неоценимый вклад в развитие космических аппаратов и изучение космоса, а также с первыми космонавтами. Школьники узнали, как работает реактивный двигатель, кто первым полетел в космос и как проходила подготовка первых полетов. «Это скафандр. Скафандр – интересная штука. Здесь есть разные приспособления. Видите, как через дверь заходит космонавт? Скафандр. Здесь можно посмотреть, чего здесь только нет. Самая интересная штука в скафандре, представьте себе, чесалка для носа». Далее ребятам предложили творческое задание. Мальчишки и девчонки могли почувствовать себя конструкторами, создавая проект «Ракеты будущего». Фантазия школьников не знала границ. «Там будет машина, деревья, еще самолеты отдельные. Еще в космическом корабле? А люди там где будут жить? А люди еще там в квартире. Комнаты всякие и кухни, чтобы как в настоящем доме было. И все, что понадобится людям. Например, сады со всякими фруктами, овощами, машины и что-нибудь еще». Но и это еще не все. Среди своих родственников ребята должны найти того, кто помнит день 12 апреля 1961 года и записать воспоминания на плакат. Рядом школьникам необходимо написать свои впечатления от мастер-класса. И, наконец, самый ответственный момент. Письмо в будущее кладется в конверт с печатью «Совершенно секретно» в Скрыде в 2071 году. До этого времени письмо должно храниться в семейном архиве. А через много лет ребята уже вместе со своими детьми и внуками вспомнят, какое оно было их первое знакомство с космосом. Кто знает, может быть нарисованные сегодня модели космических кораблей уже не будут к тому времени такими фантастическими. «По условиям проекта. Та библиотека, которая нас принимает и приглашает для нас группу детей, сама библиотека получает в подарок целых 206 книг в свои фонды. И к тому же каждый ребенок, участник мероприятия, получает от нас пакет с набором книг. Набор вот такой большой. Здесь 16 книг. Здесь есть книги о профессиях, есть разные познавательные книги известного детского издательства «Настя и Никита». Организаторы надеются, что такие книжные подарки могут мотивировать ребят на самостоятельное чтение и дальнейшее изучение российской истории и литературы. Дарья Спиридонова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.